Давайте тогда из Италии вернемся на нашу розину и как раз мы вот с вами разговариваем буквально по горячим следам после программного интервью господина Дюкова, вновь избранного президента Российского футбольного союза, в котором он много чего рассказал хорошего по поводу того, как будет развиваться наш футбол в ближайшие годы и к чему он должен в конечном итоге прийти. Я даже уже не привыкленно к этим словам говорю, а вообще ваше видение того, куда движется наш футбол прямо сейчас. Пока никакой у меня нет видений, никуда мы не двигаемся, мы топчемся на месте, буксуем. У нас и Фурсенко рассказывал, и Мутко рассказывал, и кто у нас президент был, многие президенты были в федерации, сейчас Дюков рассказывает, ну естественно, ну надо говорить что-то, ну ребята, ну мы буксуем на месте, топчемся на месте. Что мы, что мы, ну надо, послушайте, ну я не знаю, надо чтобы у нас была хорошая конкуренция, чтобы у нас были хорошие чемпионаты, уровень, чтобы повышался уровень. Если у нас в Советском Союзе в каждой лиге, там, там, второй лиге, первой лиге были по двадцать, по двадцать две команды, то сейчас если у нас на Востоке шесть команд, какой у нас уровень, о чем вы говорите? Шесть команд, как они играют? В сто кругов? Ну вы поймите, что они только говорят, ну, а премьер-лига, ну, первая, вторая лига вообще умерла практически там. Что там творится? Ну, прекратите, возрождение, у нас возрождение везде, мы уже возрождаемся, только у нас на чемпионате мира всего одиннадцать футбольных клубов, профессиональных, закрылась. А мы возрождаемся. О чем вы говорите? Они же не говорят, что все происходит, они говорят, что там поверхность на все у нас, ну, что мы, мы все, с каждым годом все тише и тише, хуже и хуже у нас все происходит. Давайте тогда вот от этих кучих слов перейдем к конкретике. Опять-таки, это ваше мнение, человек с футбольного клубов, разбирающегося не только в игровом процессе, но и в различных организационных моментах. Как должна выглядеть, ну, во-первых, иерархия футбольных российских лиг, как должен выглядеть в первую очередь элитный российский дивизион? Сколько в нем должно участвовать команд? Мое мнение. Сложно сказать, как оно должно выглядеть, но это, наверное, у каждого есть свое мнение. Я думаю, что, наверное, здесь должно быть, у каждого программа должна быть, какая-то конкуренция должна была быть. Потому что у нас Дюкова никто не конкуренцию не составил. Потому что есть одна программа, по которой мы действуем и все, и живем. Наверное, по поводу команд, я думаю, что надо 12 команд делать, играть 4 круга. Это мое мнение. Сугубо мнение. И все. Потому что мы будем играть... А почему это будет лучше, чем нынешний формат? 16 команд, 2 группа? Ну, послушайте. Играть все-таки, смотреть футбол даже по телевизору. Если вы будете смотреть там «Спартак-Динамо» или «Спартак-Зенит», 4 игры будет, то, наверное, все-таки будет накал борьбы. И все-таки будет поинтереснее намного смотреть, чем при всем уважении там «Спартак-Тамбов» или «Оренбург». И так далее, и так далее. Ребята, я не хочу ни в коем случае обидеть эти команды, но они не того уровня, как уровня «Спартака», «Динамо», «ССК», «Зенита». Это не тот уровень. И порой футболисты выходят после игры со «Спартаком» или «Ильги чемпионов» или после «Зенита» играть с «Тамбовом» при всем уважении. Ну, уже не тот настрой, уже не то желание. Но я сам проходил как футболист, я это и сам понимаю. Если мы, допустим, когда в Шотландии играли против «Селтика», ты выходишь какой-то заряженный, какой-то концентрация на борьбу, желание победить. И ты выходишь против «Сент-Мерина», который уже вообще не понимаешь, что все это за команда. Ну, как пример. Ни в коем случае не обижай клуба. Все-таки маленькие клубы. Давайте не будем, чтобы не было никаких обид, но это так оно и есть. Это правда. И если постоянно будут в тонусе, естественно, наш уровень футбола поднимется до 100%. Вы увидели, какой хороший порой матч выдавали «Спартак-Динамо», «Спартак-Зенит» или «Зенит-ЦСКА»? Интересно, очень интересно смотреть. А когда ты смотришь против «Оренбурга» или против «Тамбова» или еще против других команд «Амкара», ну, ребята, несерьезно, понимаете. Еще когда выходят они на искусственное поле, ну, это беда. Это кто придумал эти искусственные поля? Ему надо... Ладно, прекращайте, я вас прошу. Это все отговорки. Одно единственное поле можно содержать нормально. Сейчас у нас погодные условия, везде хорошие поля, везде хороший стадион. Почему все это? Это отговорка просто кому-то это выгодно было, кто это занимался этими полями. Но это нельзя. Весь мир играет на натуральных полях, а мы почему-то там выдумываем искусство. У нас погодные условия. Кстати, очень популярны в Голландии тоже искусственные поля, и они с Луцкой. Как раз по этому поводу. Ну, там, по-моему, 3-4 клуба всего лишь тоже. Ну, как и у нас, да. Да, но при этом клубы и там, где все. Ну, видите, то же самое. Ну, голландцы уже, видите, на какой уровень опустился до российского. Поэтому уже играет на искусственных полях.